Киберкобра на связи. Если ты молодой поц, хочешь получать деньги из СПИ-сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на СПИ-сети. И ты станешь богат, мой друг! 9 часа 37 минут на студии Константин Грузский. Всем желаю вам хорошего начального дня. Сегодня у нас понедельник и сегодня 7 грудня. Вы чуете, как пьет каву у нас в студии? Это Артем Нестеренко, наш гіст. Он основник проекта МБМ «СПИЛЬНОТА ПИДПРИЯМЦІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ». 16 грудня он проводит открытый мастер-класс «Як подвищать свою эффективность». Это так коротко. А вы отвечаете прямыми ответами на прямое вопрос? Без проблем. Ну, снова-таки, возвращаясь к Facebook, вы сказали, что купили за 2000 долларов образовательную программу. Освитнюю программу, и это было в Англии. Я жил тогда в Англии, но купил у американцев. У американцев. Вона давала вам что? Дала. Что вам эта программа за 2000 долларов? Научила продавать меня через интернет. Представляете, есть определенные законы продаж, когда используешь их человек начинает покупать. Причем на массовом уровне. За допомогой интернет там можно все, что угодно продавать. Роликовые ковзаны, велосипеды, косметику. Что продавали вы в интернете? Да. Там речь шла практически о любом продукте, который продается в интернете. Потому что речь шла о том, как из потенциального клиента, который действительно нуждается в этом продукте, показать ему так этот продукт, чтобы человек прямо очень-очень сильно захотел его купить. А вы не думаете, что если тут запропоновать украинцам продавать за 2000 долларов какой-то алгоритм, то куплять 0,0? Да, безусловно, конечно, никто покупать не будет за 2000 долларов. То есть основной диапазон цены намного меньше. Там в 50 раз меньше. Но за 50 долларов будут покупать. И когда купили за 50 долларов и увидели, что это работает, есть, допустим, элитные программы, которые стоят даже по 5000 долларов. И у нас очень много людей в Украине, которые готовы покупать за 5000 долларов. Но это уже те люди, которые владеют бизнесом, которые их уже кормят. И они хотели бы масштабироваться, скажем так. А если я придбал программу за 50 просто умовных организаций, и она не спрацювала, куда мне обратиться и кому предъявлять претензии? Не працюет. Я все створил, все разместил, красник им выделил. Тут подчеркнул. Не працюет. Мы такие гипотезы не рассматриваем, если бы. Но если человек не работает, у нас всегда есть разбор. Он приходит ко мне на прямой эфир, например, как мы сейчас с вами общаемся, и говорит, вот, Артем, смотри, вот я вот это сделал, мне не работает. Я открываю его, то, что он сделал, и смотрю, скажу, ну, слушай, ну ты же сам нарисовал. Мы же говорили, что должен был сделать профессионал, а не ты сам должен был взять и рисовать там картинку на своем сайте. В принципе, да, так и происходит. Потому что у нас, у менталитета, люди думают, что нужно делать все своими руками. Нельзя делегировать. Вот это проблема, на самом деле. На западном рынке люди понимают, я найму специалиста и передам ему, чтобы он это сделал профессионально. Я найду специалиста. А где бы нас найти специалиста, який бы мне сделал там, не знаю, там, кладку церквенную, так? В него немае ни лицензии, я не знаю, який он специалист. Мне треба опитывать пив села, для того, чтобы найти какого-то там коля, який может это, ну, может сделать, а может и нет. Вы уже не первый раз говорите по поводу там какой-то лицензии, образовательного там доказательства. На самом деле мы смотрим на результаты. Есть сайты фрилансеров, которые показывают свои работы. Они не заинтересованы обманывать людей. Это абсолютно нормальные люди, которые показывают уже результаты, которые они сделали. Там 50 работ есть, вот я уже 50 работ сделал. Вы приходите, смотрите на его работы. Если вам цена его подходит, он вам говорит, в течение 48 часов я это сделаю. Сайт предлагает, как такой между вами и этим человеком некие партнерства. Вы оплачиваете сайту, сайт является гарантией того, что он оплатит тому, кто оказывает работу. Наподобие «Метнись кабанчиком», да? Такой? Да, по-моему, такой тоже есть сайт. Там есть и фрилансы, и там, воркзилла, там, где можно находить специалистов разного профиля. Но самое главное, чтобы предприниматель занимался развитием стратегии, чтобы он понимал психологию своего клиента, создавал узнаваемость своего бренда, понимаете? Создавал авторитет. Вот мы, например, говорим, если вы являетесь владельцем недвижимости, агентства недвижимости, запишите видео «5 роковых ошибок при покупке недвижимости». Вам это даст новых клиентов, потому что вы выстроите доверие с теми людьми, которые хотят покупать недвижимость и увидят, что они бы сейчас совершили ошибку, а вы им взяли и помогли. А я бы сейчас думал, для того, чтобы открыть, например, приватный готель, так, треба, ну, створить там уют, якийсь там, затишок, чтобы была там чистая постельная белизна, чтобы людине было сручно. А вы говорите про то, что я должен работать для того, чтобы познавальность там бренда была, чтобы меня знали люди. То есть я не там, не на готель должен работать, а на поведение. Нет, 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 давайте, это уже третий этап, когда мы создаем сервис, когда у нас уже есть клиенты. Если нет клиентов, то нужно сначала создать поток клиентов. Мы вообще говорим, нужно сделать так, чтобы у вас не было даже ресурсов обслуживать большое количество клиентов. Тогда хорошо, тогда вы уже начинаете заниматься сервисом. Но в лучшем случае, конечно, профессиональный предприниматель, он занимается параллельно и сервисом, и потоком клиентов. Сервис это очень важно. Это, кстати, очень большая проблема, вы абсолютно правильно заметили, в наших странах. Так. И, снова таки, повертаючись до того прямого запитания, 2000 долларов потратили в себя, инвестировали, и 82 тысячи долларов отримали за три месяца. Что можно было продать за допомогой интернету на 82 тысячи долларов, это коштует, ну, рейндж-ровер, так? Ну, так, приблизно. Какие-то там неполные комплекты? Значит, это мой был новый запуск бизнеса мой, потому что, когда я достиг, я занимался косметикой, продавал косметику в нескольких странах через интернет, и мой оборот превысил более одного миллиона долларов в месяц. Это как бизнес традиционный. И мои коллеги начали у меня спрашивать, Артем, покажи, как ты это сделал. Я создал свою новую образовательную программу, это онлайн-предпринимательство, это новая экономика, которая сейчас очень громко шумит на Западе и к нам приходит сюда. Я создал свою авторскую программу, как создать пошаговую систему продажи бизнеса прямых продаж, и с помощью этой программы, которую я купил, предложил на рынок. И мои коллеги, конкуренты, партнеры, около 400 человек купили этот продукт, и это был такой вот доход. 9.43, сегодня с Артемом Нестеренко, основником проекта MBA спільнота предприятий нового поколения, говорим про то, как можно заработать в Украине грошей. Сначала музыка, а потом снова вернемся. Доброго дня. У нас сейчас тоже несколько, да? Или один? Нет, сейчас должна быть одна песня, она просто длинная на почти 6 минут. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Продолжение следует...